Ну что, хотели ресторанные рецепты, пожалуйста. Этот салат есть в каждом китайском ресторане. Я очень люблю китайскую кухню, прихожу в китайские рестораны. Кстати, в Питере их огромное количество. Если вдруг в китайском ресторане не такого салата, я собираюсь и ухожу. Ну, то есть, даже в Красноярске, в китайских ресторанах я встречал этот рецепт, поэтому я хочу его приготовить и рассказать, в чем особенность такого блюда. Причем оно реально вкусное. Вот я, например, для меня в китайском ресторане это китайские уши и салат от желудка. Я приобрел уже помытый такой вот говяжий желудок, который нужно отварить. Прежде чем его отварить, у меня кастрюлька небольшая, но и небольшое количество желудка. Ну, здесь уже какие-то части есть нарезанные. Я режу на какие-то куски такие адекватные. Только лишь для удобства. Нарезать можно. Можно отварить его целиком, если у вас есть огромный казан. А можно отварить его частично порезав, что, в общем-то, удобнее. И я вас умоляю, никогда не покупайте немытый желудок. Не экономьте денег. Этот чуть-чуть дороже стоит. Но задолбайтесь чистить, я вас уверяю. Просто из дома все убегут, если вдруг вы притащите, во-первых, немытый желудок, во-вторых, начнете его здесь обрабатывать. Короче, чтобы правильно сварить желудок, и чтобы он не вонял вот этим вот ароматом, нужно сделать несколько манипуляций. В моем случае, значит, я, во-первых, как человек, у кого есть и фильтры Аквафор, вот такие вот кувшины, которые, кстати, сегодня я хочу разыграть пять штук. Также у меня есть еще встроенный фильтр, который мне облегчает жизнь повседневно. Ну и, соответственно, вот этот один фильтр, кстати, надо будет маме отвезти. Во, у нее день рождения 2 декабря, повезу ей вот такой маленький подарок. Значит, пять счастливчиков получат вот такой вот пластиковый кувшин, который называется Орлеон. Аквафор – это наш спонсор, который предоставляет все эти призы. В предыдущий раз пять человек стало счастливчиками, выиграли. Правда, мы не до всех можем дозвониться, но мы никого не избираем вновь. Мы пытаемся все-таки довести подарки до тех людей. Значит, какое бы вам задание такое отдать, чтобы было несложно и чтобы было интересно? А давайте вот что сделаем. Прокачаем себя с точки зрения английского языка хотя бы на один миллиметр. Я был в Таллине, привез вот такую табличку. Never trust a skinny cook. Давайте, я покажу на всякий случай, чтобы вдруг, если кто-то не запомнил. Нужно написать в комментарии перевод вот этих вот английских слов. Поставить хэштег «Аквафор» и обязательно сделайте репост этого видео. Ну и обязательно вы должны быть подписаны на мой канал. Смотрите, я залил водой его. Просто водой залил. Ничего такого не произошло. Соль не добавляю, ничего не добавляю. Теперь я его довожу до кипения. Как только закипело, я сливаю воду. Наливаю новую, фильтрованную. Добавлю до кипения. Желудок должен кипнуть 4 раза. Пятый раз мы варим. Вы спрашивали ресторанные рецепты. Вот так мы заморачиваемся в ресторанах. Для того, чтобы, во-первых, желудок не вонял, потому что 5 раз кипнув, уходит вот этот запах. Ну и, соответственно, чем чище будет желудок, чем чище будет вода, которую мы, конечно, в итоге не используем, тем вкуснее будет финальный результат. Когда 4 закипевшие воды вы слили и залили пятую, добавьте обязательно большой лавровый лист, обожгите луковицу и добавьте половинку обожженной луковицы сюда же. Можно вместе с шелухой. В общем, в итоге он у нас варился ровно 3 часа. Вот он варился-варился, потом я его оставил, он там остывал в этом бульоне. В итоге пора из него делать салат. Режем так, чтобы было удобно есть палочками. Ну, то есть для этого же, в общем, все и создано. Тоненько нарезаем наискосок все наше отварное чудо. И складываем сюда же в чашечку. Когда уже желудок нарезан, вот такими вот палочками-выручалочками, которые удобно брать чоп-стик китайскими палочками. Вот они. Тут местами где-то у меня топор не дорезает чуть-чуть. Или я редко им пользуюсь, знаете, руки отвыкают. Дальше добавляем все ингредиенты без разбору. Значит, во-первых, чеснок, сырой чеснок. Вернее так, знаете, я предпочитаю всегда не туда добавлять, а сделать отдельный соус, которым потом все это заливаю. Чесночок. Раздавить его в пасту, чтобы куски не попадались на зубах. Зубчик сюда. Пару ложек соевого, чтобы уже чеснок сюда, знаете, как бы распространял свои флюиды по-соевому. А соевый в это время его, так сказать, сдерживал и подваривал. Имбирь. Пластинками. И теперь все это нужно нарезать соломкой и потом кубиком. Все должно быть мелко-мелко-мелко-мелко. Чем удобен желудок, как ингредиент для салата? Тем, что он мохнатый. У него все вкусы, соки, все застревает там. Каждый кусочек получается насыщенный. Ничего там, ну, часть, конечно, стекает основной воды, но много чего застревает именно в этих ворсинках. Обязательно чили, перчик. Перепоночки все вырезаем. Потому что в них... Потому что в них остринка. Все остальное соломкой. И овощи отправляю к желудку. Не в маринад. Значит, что у нас? Кинзулька. Корешочки обрезаем. А все остальное крупно режем. И все вот сюда. Зеленый лук обязательно. Без него многие китайские закуски, салаты... Ну, нехорошо, короче, без него. Все должно быть вместе с ним. Соломочкой белую часть, зеленую часть. Все равно. Главное, чтобы по объему все совпадало. И не было так. 50% салата и 50% лука. А после такого салата у вас лук будет стоять до... Не знаю, что даже... Да весь день будет стоять. В горле, в желудке. У вас будет вопросов масса возникать. Блин! Лука должно быть немного. Но он должен быть обязательно. Огурчик. Для огурчика вообще не имеет значения, какая часть. Даже вот серединка, которую я не использую, ее можно сюда использовать. Потому что огурчик, конечно, является серьезным освежителем для этого салата. Ну, почти все. Осталось заправку только добить. Значит, у меня есть вот такой вот чили. Чили с соевыми бобами и маслом. Пережаренный, да? Называется Лауганма. Очень популярная в китайских магазинах вообще штука. Она в меру острая, но имеет вот какой-то привкус жареных бобов, там, в общем, чего-то, соевых, там, еще чего-то. Такая ферментированная вещь. Она бывает... Вот если полностью красная, это вегетарианская, а если с желтым вот таким вот светом вокруг няни, то бывает кусочки курицы там попадаются. Поэтому у меня, когда масло в ней заканчивается, я обратно сюда заливаю еще обычного растительного и настаиваю, перемешиваю. Вот. Это вот такая вот паста, не паста, как это правильно назвать. Ну, такая субстанция. То есть вот тут два раза. Ну, одна чайная ложка. Этого будет достаточно. Рисовый уксус. Обычный рисовый уксус. Тоже примерно чайная ложка. Его много не надо. Он только так, для подкисления. А вот соевого я бы добавил еще бы одну ложечку. Знаете, что делают чаще всего китайцы? Для того, чтобы сделать этот соус более однородным. Они добавляют туда пару ложек куриного бульона. У меня есть куриный бульон. Если его нету, значит, можете развести его из какого-нибудь концентрата. Если вы концентрат не держите, ну, когда будете готовить рецепт, возьмите там пару голеней в магазине, бросьте просто в сотейник. Пусть чуть-чуть поварится. У меня есть тут куриный бульон наваренный. Давайте отмеряем, чтобы для всех была какая-то мерная доза. Ну, типа из серии вот одна ложка. Ну, две ложки, да, столовые. Можно и водой развести. Просто бульон, знаете, такой привкус дает, своеобразный. То есть, как мы в ресторанах все разбавляем куриным бульоном или овощным бульоном, в зависимости от того, какой направленности ресторан. И вот, вот этим вот соусом я заливаю божественно. Божественно. По всем законам жанра мне бы нужно было достать откуда-то глютамат натрия, все это обильно посыпать, чтобы аж хрустело на зубах. Так делают в китайских ресторанах. Но я так особо не практикую глютамат натрия, поэтому у меня он, скажем, не такой вау вкусный. Он у меня просто вкусный будет. Да. Кунжутное масло. У меня бутылочка новая. Чуть не забыл. Начал махать руками и увидел кунжутное масло. Значит, сюда в заправочку. Чуть меньше столовой ложки. Ну, не до края, во всяком случае. Ну, в общем, пора все это поливать. В некоторых ресторанах это блюдо называется «Говяжий желудок, приправленный красным маслом». Ну, вот примерно из-за вот этих чили-бобов оно и является красным. Есть, конечно, еще ряд всяких чили-паст, которые китайцы используют. Ой, вкусно как! Кстати, не очень остро. Я бы остроты сюда побольше. Ну, а я, у меня есть Каролина Риппер сольчик. Я ее могу сюда. Да и у меня и перцы перепири есть. Теперь смотрим, что нам не хватает в этом салате. Я, значит, всегда, как размышляю. Я был в китайском ресторане не раз. И здесь, в Москве, я хожу в один ресторанчик и всегда заказываю это блюдо. Потому что очень обожаю говяжий желудок. Так вот, для того, чтобы оно стало такое же по цвету, как в том китайском ресторанчике, мне нужно сюда добавить еще пол-ложки совых бобов с маслом. И пару капель кунжутного, потому что ароматика маленькая, должна была быть яркая. Кунжутное масло всегда покупайте темное, из жареного кунжута, ароматное. Если кто-то вам за дорогие деньги впаривает, типа, холодный отжим, оно прозрачное, белое, без вкуса, без запаха, зачем переплачивать? Ну, просто возьмите подсолнечного налейте. Но кунжут свой славится тем, что вот он должен иметь ореховый аромат. Ооо, вот цвет появился. Вообще, в том месте, где я ем, там, конечно, лука зеленого столько, что я его вначале выбираю весь, а потом ем салат и уже, так сказать, из соседней чашечки добавляю лук себе в рот. Потому что я, конечно, противник такого количества лука. Обязательно посыпьте кунжутом. Ну, во всяком случае, у нас так всегда в России принято. Если что-то посыпано кунжутом, значит, это азиатская кухня. Не знаю, где мои палки, я буду есть вилкой. Пусть у всех сломаются стереотипы. Азиатская кухня и вилка есть. Что это такое? Аромат потрясающий. Здесь все перекликается. Чеснок, имбирь, ароматное кунжутное масло, легкая какая-то пряность от чили перца, теплая такая составляющая. Свежесть от огурца, яркая кинза и такой ореховый легкий кунжут. Лично по мне, так я просто вот обожаю такие запахи. Желудок достаточно мягко сварен. Он все равно, конечно, он не будет его оставить во рту. Его надо пожевать немного. Но для меня это вот прям божественная штука. Я давно хотел приготовить этот салат, но тут решился. Желудок варить долго. Остроты только мне лично немножко не хватает. О! Хватает остроты. В общем, я все к чему это. Вы хотели азиатскую кухню. Хоть и не часто, но все-таки получайте. Это реально вкусное блюдо. С такой заправкой желудок перестает пахнуть вот этим вот молоком, коровьим. И превращается в очень крутую закуску на тех столах, кто обожает китайские рестораны. Битые огурцы у меня уже есть. Так вот это такая же классика. Сделаете вот по моему образцу, получите вкус аутентичнее не бывает. Потому что это блюдо я учился делать у китайца-повара. С тех пор его и люблю. Приятного аппетита, друзья!